А спонсор сегодняшнего видео — сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Давненько не было видосиков на ютубе, уверен, всё у вас хорошо и замечательно. Вы уже сделали себе 4 сетовых кусочка в катализаторе творения и, наверное, даже забыли о нём. А в целом-то зря, потому что катализатор творения — полезная вещь, и о вторичных вот этих функциях мы сегодня поговорим. Как я уже говорил в первом видосике, да, мы можем получать трансмог с целью того, чтобы просто-напросто быстрее завершить сетик и быстрее получить ачиву. Но есть ещё довольно-таки интересный момент, который имеется в этом катализаторе творения, а именно превращение плаща, наручей, пояса и ступней в другие вещицы. А эти другие вещицы будут иметь уже другие характеристики, и за счёт этого мы просто-напросто можем чуть-чуть нарастить свой дэмэдж, чуть-чуть нарастить свои полезные характеристики. Давайте рассмотрим ДК моего и просто расскажу о том муве, который я совершил вчера. Собственно, плащ на... проста нужно рассмотреть. Примерно так по характеристикам на текущий момент, и не зря я открыл доусинь в мифическом формате. Собственно, до текущего плаща у меня был надет плащик с доусинь с характеристиками крит и универсальность. Да, вроде бы прикольно, вроде бы интересно, 278 плащ, статы такие средненькие, но если мы прокрутим плащик в катализаторе творения, то мы уже получаем плащик с критическим ударом и искусностью. Эти статы намного интереснее, да и к тому же универсальности много нам не особо нужно. Ну а теперь просто-напросто поговорим о том, где можно глянуть эти статы, которые мы получаем после прокрутки вещиц. А в этом нам поможет замечательный сайт под названием RaidBots. Во вкладке Droptimizer мы вводим имя своего персонажа, вводим сервер, либо просто-напросто копируем код своего персонажа из игрового клиента на сайтик. Персонаж таким образом прогружается, и мы выбираем вкладку под названием Creation Catalyst. Таким образом нам будут показаны все вещицы, которые мы получаем при трансформации в катализаторе творения. И вот он этот плащ, 70 крита, 31 искусности. Но в будущем-то будет все еще интереснее. Убивая ластовых боссов по типу Тюремщик, Регелон, Пластители Ужаса, мы будем получать вещицы 285 уровня предмета. А там имеется плащик тоже, и плащик придется прокрутить вновь. Так что можно выставить, например, 285 вещицы, нажать кнопку Runder Optimizer, и будет написано, какая вещица, сколько прироста в демедже нам даст. Также можно и сокет, само собой, прикрутить. Но сокеты, мы знаем, не на всех вещах присутствуют. Только на запястьях, на поясе и на шапке из этих предложенных. Так что как-то так, быть может вы просто-напросто забыли касательно этого катализатора творения, и в принципе зря. После этого видосика, надеюсь, вы обдумаете свой гир и что-то как-то улучшите. То, что я прокрутил с плащом, дало мне примерно 40 или 50 единиц сим демеджа. Это 0,5-0,6%. Мелочь, а приятно. Так что, как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!